Я бы обратил внимание не только на Искандера. Очень важным является присутствие на параде зенитно-ракетных комплексов С-400. Контингенты, которые Украина скапливала на границу с Белоруссией, это были, так сказать, части прикрытия, которые должны были обеспечить проникновение на нашу территорию диверсионно-разведных групп. Польша пытается стать ведущей региональной державой восточно-центральной Европе и даже во всем блоке НАТО. Мы продолжали гнуть свою линию и, как видим, в конце концов оказались выигрыши. И теперь мы при помощи этих технологий не только обеспечим собственные потребности, но и можем занимать целые ниши на российском рынке, и не только на российском, на рынке Центральной Азии, на рынке Юго-Восточной Азии и так далее. Александр Борисович, здравствуйте. Добрый день. Совсем недавно наша страна отпраздновала, пожалуй, самую главную дату. Это День независимости и, собственно, освобождение нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, 80-летний юбилей. И по этому случаю в Минске был организован, ну, прямо скажем, масштабный военный парад. Только на нашем YouTube-канале, если я не ошибаюсь, трансляцию посмотрели около миллиона человек, а может быть даже и больше. И вот что бы хотелось отметить, как мой коллега Юрий Гроеров, который и был голосом парада, сказал, там впервые были представлены Искандеры. Ну, а кроме того, там также были и Герани в парадных расчетах. Как вы считаете, это случайность или это может быть каким-то своеобразным сигналом? Помните, как Ярсы на военном параде в Москве по случаю Дня Победы? Ну, на военных парадах случайностей не бывает. И, в общем, еще повело с советских времен, что техника, которая проходила на парадах, она служила своеобразным сигналом, посланием нашим, скажем так, международным партнерам, который говорил о том, что мы готовы ко всем неожиданностям. И, в общем, лучше нас не трогать, лучше, так сказать, мирным тело вести диалогом. А на вопросы о военном, так сказать, вторжении мы ответим ядерным ударом. Примерно так отвечали и в Советском Союзе. Ну, я думаю, что то же самое и наш парад должен был сказать потенциальному противнику. Я бы отметил участие дружественных нам государств в нашем военном параде. Это, в общем, подчеркивает, что Беларусь имеет серьезный международный авторитет в мире, что ни о каком блокировании Беларуси, ни о какой блокаде, ни о каких санкциях речи идти не может. Потому что, имея в партнерах такие могущественные государства, как Россию, как Китай, поэтому я думаю, что все попытки заблокировать Беларусь, нанести ей непоправимый ущерб, как в экономическом, так и в военно-политическом отношении, они обречены на провал. Вот это первое, что я могу сказать. Ну и, конечно, я бы обратил внимание не только на Искандера. Очень важным является присутствие на параде зенитно-ракетных комплексов С-400. В общем, это тоже очень важный сигнал. Дальность этой системы составляет до 400 километров. Ракетами, которые, так сказать, обладают максимальной дальностью. И, в общем, если взять размеры территорий наших соседей, Польши, Украины, стран Балтии, то, в принципе, наши зенитчики могут бить самолеты потенциального противника уже в момент взлета на их аэродромах. Поэтому это очень серьезное предупреждение. Просто даже не успеют набрать серьезную высоту и двинуться в нашу сторону, как они уже будут, в общем, целями, законными целями наших зенитно-ракетных комплексов. В случае, если соседи попытаются предпринять какие-то агрессивные действия против нас. Ну и, естественно, это Искандер-М. Надо сказать, что не совсем точно говорить о том, что они впервые у нас на параде. Они присутствовали у нас, когда партнерские нам российские вооруженные силы присылали к нам дивизион этих Искандеров. И они проходили у нас на параде как символ наших союзнических отношений. А сейчас... В другом статусе, да. Да, уже в другом статусе. И причем они уже как носители ядерного оружия. Это, в общем, по масштабам Европы, учитывая, что дальность 500 километров и государства наши соседи средние или малые по европейским масштабам, то это практически евростратегическое оружие. Все важнейшие центры принятия решений, объекты военной инфраструктуры, инфраструктуры двойного назначения могут быть, в общем, подвергнуты сокрушающим ударам. Коротченко, который является редактором журнала «Арсенал отечественства», он сказал, что на территории Польши до 50 целей определено. Ну, откуда он эти данные, я не могу сказать, взял. Но, думаю, что, учитывая наличие у нас количества пусковых установок и единиц боекомплекта, вполне реально. Поэтому, конечно, те, кто внимательно наблюдал за парадом, и в числе тех миллионов, которые просмотрели по интернету и по телевидению, и те военные атташе, которые присутствовали, я думаю, что они взяли это на заметку. Кстати говоря, о наших соседях, которых вы упомянули, у главы государства была традиционно сильная речь на параде по случаю Дня независимости. И речь там шла, в том числе, о наших южных соседях и о ситуации на белорусско-украинской границе. И Александр Лукашенко, он совершенно недвусмысленно дал понять, что если кто-то переступит украинскую границу, то ответ будет резким и жестким. То есть, это уже никакая не символика, а вполне очевидный посыл. Как вы считаете, это возымеет какое-то действие на киевское руководство? Несомненно. Несомненно. Когда удается раскрыть замысел потенциального противника и объявить об этом всему миру, но только глупец будет, так сказать, предпринимать наступление, когда позиции твоего противника заняты мощными войсками. И практически, как сказал президент, до 90% наших войск находятся на боевом дежурстве и ожидает встретить этого потенциального противника. Я думаю, что эти планы будут пересмотрены. Не то, чтобы они совсем откажутся, но будет придумано что-то другое. Опять придется разгадывать эту шараду, опять предпринимать контрмеры. Но тот замысел, который они вынашивали на протяжении последних месяцев и который хотели реализовать именно в ближайшее время, я думаю, он сорван. Кстати говоря, об этом замысле, насколько я понимаю, там речь идет о попытках втянуть Беларусь в войну для того, чтобы НАТО, как один из вариантов, могли ввести свои войска в Украину. А к чему все эти попытки? Неужели им обязательно для этого втягивать нашу страну в конфликт, если они уже фактически напрямую участвуют в боевых действиях на территории Украины? Существует несколько мнений, которые высказывают разные аналитики. Одно мнение именно такое, о каком вы сказали. Второе мнение – это попытка дестабилизировать ситуацию в Республике Беларусь руками вооруженной белорусской оппозиции, которая сейчас сражается в вооруженных силах Украины против войск Российской Федерации. Типа, получив боевой опыт, как они сами заявляют, они войдут на территорию Беларуси и попытаются освободить белорусский народ от гнета лукашенковского режима. То есть такой замысел был объявлен самими руководителями этих незаконных формирований. Кроме того, считалось возможным вторгнуться на территорию Беларуси, захватить какой-либо городской поселок или районный центр, объявить эту территорию независимой от Минска и, возможно, даже признать юрисдикцию Тихановской и сделать это своеобразным окном, каналом для проникновения на территорию Беларуси незаконных формирований, а также якобы добровольцев со всего, так сказать, цивилизованного мира. То, что такие замыслы были, говорит и высказывание бывшего командующего сухопутными войсками Польши Вольдемара Шипчика. Он сказал, если в Беларуси начнется революция или восстание против режима Лукашенко, мы не должны будем оставаться в стороне. И, в общем, такой замысел тоже существовал. Об этом неоднократно предупреждали и наши высокопоставленные военные, и сам президент Лукашенко. И, в общем, думаю, что такой вариант они не сбрасывают окончательно со счетов. Это, так сказать, один из вариантов. Ну и еще один вариант, о котором недавно заявили наши военные, это и начальник генштаба, это и командующие силами специальных операций. Это, значит, диверсионно-террористическая деятельность на нашей территории, рейды диверсионных разведных групп, значит, на нашу территорию с целью вывода ряда ведущих промышленных предприятий, в том числе нефтепереработки предприятий ВПК, объектов гражданской и военной инфраструктуры, с тем, чтобы ослабить Беларусь как военного союзника Российской Федерации, подорвать роль Беларуси как арсенала Российской Федерации, который играет важную роль в снабжении Российской Федерации рядом изделий военного, двойного и гражданского назначения. Поэтому я думаю, что было несколько целей, которые планировалось реализовать. А вот эти вот контингенты, которые Украина скапливала на границу с Беларусью, это были, так сказать, части прикрытия, которые должны были обеспечить, значит, проникновение на нашу территорию диверсионно-разведных групп. Возможно, что они выступали бы под чужим флагом, под флагом белорусской оппозиции, под червона Беларусь. Кстати, помните, Госпогранкомитет, если не ошибаюсь, заявлял о том, что у наших границ была зафиксирована активность, в том числе РДК пресловутого. Конечно. Ну и еще опасность, о которой говорили российские эксперты и белорусские тоже. Транзитом поставка через белорусскую территорию на территорию Российской Федерации различного рода вооружений, взрывчатых веществ и проникновение диверсионно-разведных групп и беспилотных летательных аппаратов с целью проведения диверсии на территории Российской Федерации. То есть здесь мы видим такой комбинированный замысел, но результатом должна была стать обострение обстановки в нашем регионе, создание, возможно, повода действительно для активизации стран НАТО и их прямого участия в операциях на прилежащих к белорусской границе территориях Украины. Как глава государства сказал, кстати, силовики, как атланты, держат на плечах чистое небо нашей страны и обязательно удержат. А вот у вас, как у военного аналитика, хочу спросить, какие силы и средства для того, чтобы удержать это самое мирное небо, вы бы особо отметили из всего того, что есть у наших силовиков? Я скажу так, что по нынешним временам в условиях развития крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и, в общем, различных средств других воздушных нападений нет одного единственного патентованного средства. Необходимо создание глубоко эшелонированной противовоздушной обороны, я бы так сказал, ПВО-ПРО, противовоздушной противоракетной обороны, эшелонированной по дальностям и высотам. Естественно, что одним каким-то зенитным ракетным комплексом это обеспечить невозможно. И если, допустим, С-400 бьют по высоколетящим целям на большой дальности, то для целей на средней дистанции необходимы будут другие средства. Это, допустим, зенитно-ракетные комплексы БУК, в том числе и белорусской модификации. Для целей низколетящей, значит, малоразмерных. Это и зенитно-ракетные комплексы ОСА, АКМ, это и Стрела-10, ну и, конечно же, ТОР, два МК, которые, так сказать, предназначены именно для групповых малоразмерных низколетящих целей. Ну и здесь, я думаю, одно из важных мест занимает, значит, средства радиоэлектронной борьбы, средства РЭП, которые должны как отражать нападения крупных беспилотников, высоколетящих, стратегических, так и целых роев мелких, так сказать, ФПВ-дронов, дронов-камикадзе и так далее. Только вот комбинированная система противовоздушной и противоракетной обороны, которая должна прикрыть, значит, наше небо с дистанции, так сказать, несколько десятков, может, сотен километров вплоть до метров и по высоте от десятков метров до десятков километров может обеспечить нам надежность закрытия белорусского неба. Эти все средства у белорусской армии имеются. На вот этом военном параде, помимо всего прочего, речь шла в том числе и уважение к истории. Вот наш президент напомнил о том, что мы же не составляли строить мемориалы советским воинам в Польше. А почему теперь эти мемориалы сносят, а память о подвиге наших советских воинов-освободителей, которые ценой, ну, скажем так, большого количества человеческих жизней освобождали Варшаву, пытаются старательно затереть, как вы считаете? Ну, все дело в том, что Польша сейчас мыслит себя восточным флангом НАТО. Наиболее важным, так сказать, рубежом обороны против российской агрессии, как считают. Они пытаются в НАТО занять место, которое раньше занимала Федеративная Республика Германия со своим бандесфером. И, в общем, они претендуют не только на ведущее место, как опоры НАТО, но и на финансирование, и на поставки боевой техники и вооружения из Соединенных Штатов Америки. То есть, Польша пытается стать ведущей региональной державой в Восточной и Центральной Европе и даже во всем блоке НАТО. Поэтому отсюда их попытки, значит, не только вооружиться физически, но и, так сказать, вооружиться ментально. Забыть прошлое, в том числе историю взаимодействия с Советским Союзом, нахождение в блоке НАТО. И воспитать ненависть, ненависть к русским, к белорусам и ненависть ко всему советскому прошлому. Это разрушение памятников, это монументальная пропаганда со знаком минус. Если раньше, в свое время, так сказать, после прихода власти большевики и дальше советская власть составила план монументальной пропаганды, когда, значит, для сохранения исторической памяти, воспитания патриотизма ставились памятники наиболее выдающихся деятелям истории, полководцам, деятелям науки, культуры, национального возрождения и так далее, то теперь Польша хочет уничтожить память о периоде нахождения в социалистическом лагере и воспитать, ну, ненависть своих гражданах, значит, к России, к Белоруссии, всем, чтобы они легко могли стать послушными солдатами и, так сказать, не только, как они говорят, обороняться, но и нападать. Я думаю, это один из элементов подготовки агрессии. Вы назвали это хорошей такой фразой, как вооружиться ментально. А насколько вот это ментальное вооружение эффективно и насколько вот оно оказывает ожидаемое официальное варшавое воздействие на простых поляков, на ваш взгляд? Увы, это очень действенное средство. Учитывая нынешние средства, значит, электронной печати, интернет, бумажных сми, телевидения и так далее, если это массировано обрушивается на головы рядового обывателя, то, конечно, это имеет свои последствия. Опросы населения показывают, что, по-моему, от 60 до 70 поляков считают белорусов и россиян врагами Польши и ожидают с территории Белоруссии и России нападения на территорию Польши. Ну, смотрите, в 1933 году Гитлер пришел к власти и к 1941 году он воспитал поколение безжалостных убийц. Всего-то 8 лет. Те дети, которым было 13 лет в 1933 году или 2014, в Гитлер-Югенде их выковали в настоящих убийц, которые могли безжалостно уничтожать целые народы и национальные общества. При том, что средства пропаганды были тогда совершенно другими. Не было телевидения, радио, интернета. И, в общем, а если есть эти средства, то, конечно, эффект будет гораздо более, так сказать, массированным и в более короткий промежуток времени. К сожалению, я боюсь, что этот психоз будет нарастать и будут делать чудовищ из нас с вами, которые грозят уничтожению независимой Польши. Единственное, что противодействует этой пропаганде, это элементарный инстинкт самосохранения. Элементарный инстинкт самосохранения. Все-таки, ведя пропаганду, раздувая российскую и белорусскую грузы, они тем самым, в общем-то, и запугивают свое собственное население нашей мощью. То есть, невольно возрождается мысль о том, что если такие могучие безжалостные державы, как Россия и Беларусь, вступят в войну с поляками, то мало что от Польши останется. Поэтому, с одной стороны, это ненависть, с одной стороны, русофобия, белорусофобия, а с другой, это понимание того, что, в общем, существует российский ядерный потенциал, к которому присоединяется потенциал ядерной Беларуси. И как прифронтовое государство, Польша может быть уничтожена в самые первые часы, минуты того самого конфликта, который может возникнуть между Россией, Беларусью и НАТО. Поэтому инстинкт самосохранения, я думаю, что это только и останавливается. Если бы они знали, что они могут безнаказанно, в общем, нас уничтожить, я думаю, что агрессия последовала бы уже скоро. Ну, вот те вещи, о которых вы сейчас говорили, все это очень сильно напоминает вот эту пресловутую американскую антисоветскую пропаганду. Помните, когда снимались фильмы о советских солдатах в том же Афганистане, где их показывали просто безжалостными убийцами, которые пичкают детские игрушки и взрывчаткой, и все в таком духе. Тут вот такая параллель прослеживается. Ну, понимаете, в чем дело. Сейчас люди в основном формируют свое понимание жизни, представление о мире, о соседях, о друзьях и врагах за счет средств массовой информации. То есть, был даже такой фильм американский, когда средства массовой информации развязали целую войну, ее вели и завершили. Хотя, на самом деле, никакой войны не было. Так вот, сейчас они настолько могущественны, что могут нарисовать такую картину мира, которая совершенно не соответствует действительности. И у людей нет возможности проверить, оценить реальную ситуацию. Тем более, что в электронных СМИ, в интернете, к сожалению, господствуют пока западные СМИ. И, в общем, нам приходится прикладывать очень большие усилия, чтобы парировать эти информационные удары, чтобы нейтрализовать, чтобы донести правду. Конечно, люди активные, которые желают знать правду, они могут через интернет, через электронную связь, они могут узнать эту информацию. Но большинство обывателей, мы знаем, что в Соединенных Штатах Америки они только внутренней жизнью заинтересованы, их даже мало интересует международная повестка. Многие точно так же и в западных странах люди себя ведут. И поэтому они являются легкой добычей для вот этой массовой пропаганды, которая калечит их головы. И, в принципе, делают их своеобразно ментальными инвалидами. А если им еще постоянно грозит тем, что придут злые русские или злые белорусы, которые отнимут у них их дом, квартиру, а разрушат их будущее, то эффект увеличивается в разы, конечно. Ну и тем более, что им воспитывали с детства некритичные мысления. Некритичные мысления. Они не оценивают информацию с точки зрения ее реальности. Они, в общем, ее едят, как будто колбасу фаршем набивают. Ну, напрашивается ливерная колбаса, да? Немецкая ливерная колбаса. Поэтому, в общем, ситуация в информационной сфере. И если взять гибридную войну, то два важнейших есть элемента войны. Это экономическая война и информационная. И в данный момент, когда мы успешно защищаемся против экономических мер нападения, Запад, центр тяжести переносит именно в сферу информационной войны. И, ну, здесь не только попытка, конечно, нажать информационно на наших граждан. Тут мы достаточно успешно защищаемся. Но элемент информационной войны – это воспитание тех солдат, которые могли бы потом уже средствами реальной войны вести боевые действия против нас. Ну, здесь хотелось бы от новостей не очень радостных перейти к хорошей новости. Пожалуй, одна из самых громких новостей – это то, что Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Вот, кстати, глава государства, говоря о важности присутствия нашей страны в этой организации, еще в 2005 году говорил, что нам неплохо быть бы там хотя бы в качестве наблюдателей. Вот прошло чуть меньше 20 лет, и мы уже стали ее полноправными членами. Вот ваше мнение, я хочу узнать, Александр Борисович, какие перспективы это может открыть для нашей страны и, в свою очередь, для стран Шанхайской организации сотрудничества, как и самой организации в целом? Я думаю, что эту организацию ждет очень большое светлое будущее. Все дело в том, что эта организация в перспективе грозит стать очень развитым экономическим регионом. Очевидно, что следующей целью будет создание экономики свободной от доллара и создание собственного платежного средства, создание собственных экономических институтов, собственных банковских институтов, системы расчета, которая должна заменить будет международную систему расчетов и так далее. В этой сфере Беларусь получает очень широкие возможности освоения рынков колоссальных государств. Мы и так там, в общем, присутствуем, но мы присутствуем там недостаточно, ввиду именно того, что существуют и экономические различного рода препятствия, и то, что торговля ведется за американскую валюту, которая контролируется с Западом. Ну и просто, когда Беларусь стала полноправным членом, у этих стран появляется возможность полностью оценить и узнать наши экономические возможности. Я хочу повторить слова наших многих экономистов, что Беларусь может быть экономическим и техническим донором для ряда государств, входящих в ШОС. Несмотря на то, что и Индия, и в большей степени Китай в значительной степени являются развитыми экономическими государствами, но есть целый ряд технологий, компетенций, которые Беларусь может поставлять этим государствам, может стать технологическим донором. И тем самым расширится возможность для нашей промышленности. Мы сможем, так сказать, расширять наше производство и, используя эти богатые рынки, значит, компенсировать те потери, которые мы понесли на Западе, понесли в Европе. Значит, когда-то нас россияне обвиняли в том, что у нас многовекторная экономика, что мы как бы стоим в растяжку, двигаемся в двух разных направлениях. Но ведь беда была в том, что россияне требовали от нас оплаты за свои энергоносители в долларах, а доллары мы могли получить только на Западе. И вот и получалось, что мы были вынуждены вести экономические широкие связи с Западом для того, чтобы там получать доллары и платить этими долларами России за нефтегаз. Сейчас вопрос отпал самим собой. Я думаю, что во многом укрепление наших экономических связей с Российской Федерацией связано еще и тем, что Российская Федерация согласилась принимать в оплату за свои энергоносители и другие товары национальные валюты, те же российские рубли, белорусские рубли и так далее. Это во многом, в общем, способствует укреплению наших связей. Точно так же тоже будет и в ШОС. И так создастся мощный экономический регион, который будет устойчив против любых санкций со стороны коллективного Запада. Поэтому, конечно, очень-очень обширное будущее. Ну и можно будет построить прочные логистические связи. Развивать не только коридоры север-юг, но и вкладывать больше денег в северный морской путь, который теперь будет обслуживать нужды всего региона. Я думаю, что тогда, когда трафик резко увеличится, будет гораздо более эффективно вкладывать деньги туда. И будет строиться больше кораблей ледового класса, будет развиваться портовое хозяйство и так далее. То есть резко возрастет эффективность этого объединения в экономическом плане. Да, вот вы сказали про эту нашу многовекторность, в которой нас обвиняли. Но здесь хотелось бы цитату президента привести о том, что наш внешнеполитический вектор – это последовательный цивилизационный выбор. А вот еще хотел бы спросить у вас, на ваш взгляд, насколько эта ставка на, наверное, прежде всего, страны Востока, Китай, Россию в долгосрочной перспективе оказалась верной? То, что мы начали обустраивать наш путь на Восток давно. Я напомню, что наши контакты с Китайской Народной Республикой в области технических и военно-технических связей относятся к 90-м годам, когда мы построили вместе с китайцами предприятие «Синьцзянь Волод» в Китае. Это совместное предприятие, где мы передали китайцам свои технологии, свои компетенции, построили там предприятие по производству многоосных колесных тягачей и специальных шасси. Китайская Народная Республика, я думаю, не так просто, сказать, испытывает доброе отношение к Беларуси. Ведь китайцы – люди очень практичные. Они думают категориями, так сказать, именно пользы, выгоды. И, естественно, они нам благодарны за ту помощь, которую мы им оказали в области развития высоких технологий, в том числе и военных, тогда, когда Китай только превращался в ведущую военную державу мира. И те научно-исследовательские институты, которые у нас работали с советских времен и работали на оборонку, они потом оказывали очень большие услуги Китайской Народной Республике. Ряд космических технологий мы Китайской Народной Республике, так сказать, передали и сотрудничаем до сих пор в этой области. Поэтому, конечно, это было очень, ну, скажем так, мудрое решение, рассчитано на длительную перспективу. И когда наступил, так сказать, час Че, когда наступил период, когда нам пытались перекрыть кислород, нас пытались взять за горло, оказалось, что у нас есть путь на восток. Он уже обустроен, он уже проложен. И мы можем туда центр тяжести наших связей перенести, и нас там встретят. Встретят благожелательно и наши товары, и, в общем, и наших людей. Ну и, в свою очередь, будут готовы оказать нам необходимую нам помощь. Это и технологии ракетных комплексов «Полонез», это и создание сборочного производства двигателей, которые очень важны для наших грузовых автомобилей, «Вичай Дизель», это и производство легковых автомобилей, значит, «Белджи». Когда начинали создавать эти производства, ну, многие скептики говорили, ну, зачем? У нас есть западные двигатели, есть западные автомобили, есть западные технологии. Но мы продолжали гнуть свою линию. И, как видим, в конце концов, в конце концов оказались выигрыши. И теперь мы при помощи этих технологий не только обеспечим собственные потребности, но и можем занимать целые ниши на российском рынке, и не только на российском, на рынке Центральной Азии, на рынке Юго-Восточной Азии и так далее. Поэтому, конечно, без той подготовки, которая проходила в предыдущие десятилетия, нам было бы очень трудно. Но когда-то я написал материал в газете о наших создателях белорусских автобусах. Это было 90-е годы, но тогда мы в предвидении всех этих коллизий создали собственное производство. Материал назывался «Похвальное слово прозорливым». Так вот, это выражение можно отнести к руководству нашей страны. «Похвальное слово прозорливым». Александр Борисович, спасибо вам большое за эту, как всегда, содержательную беседу. И будем рады видеть вас еще у нас на YouTube-канале. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok